Субтитры делал DimaTorzok И много разных атрибутики японской Также очень много рыбных магазинов Здесь кофе продают Кстати, достаточно вкусный кофе Ну на развес, естественно Цены, правда, какие-то конские Прям 200 грамм 860 йен Ну то есть, грубо говоря, за 200 грамм 440 рублей Ну то есть это дофига То есть килограмм выйдет Так, порядка 2200, да? Рублей Кило кофе Также здесь разные сухие Вот грибы продают Там разные шиитаки и тому подобное Здесь сухая продукция Вот такие грибы Грибы какая-то Сушеные мальки Я не знаю Не пробовал, честно скажу Водоросли Ну кому что нравится В общем, вот А здесь вот такая ситуация В общем Видите, полиция стоит Вчера Вечером Здесь был пожар На этом рынке Прямо Вот там левее чуть-чуть Тушили его Ну часа три, наверное Если не больше В общем, очень много народу Было здесь Сейчас это все огородили Вот так все сделали Как бы полиция тут Отцепила Со вчерашнего вечера И до сих пор До 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 текущего момента А вот, кстати Приехали До этого не было здесь Приехали департаменты Всякие там Пожарные МЧС Даже вот Кто-то снимает на камеру Любительские камеры Или не любительские Не знаю В общем И вот там вот Вот Огораживают Сейчас вот Синей Пленкой Там Место По сути Никто не пострадал Насколько я знаю Потому что это было вечером Народ Все это видел Как бы Ну успели убежать Оттуда просто Но Служб В Японии Ну как бы С избытком Всегда приезжают То есть приезжают Всегда очень Вот видите Вот Вроде как Гражданская машина Да Вот с мигалками Там стоят Вот Такие вот Тоже всякие Следователи И там подобное В общем Типа Вот Горел один из магазинов Точнее второй этаж Вот над магазинами Горело Над крышей Люди начали тушить Вот Сами не справились Вызвали пожарных И пожарные Когда приехали Они не успели Все равно Как бы Это все Вовремя Тушить Там все равно До хрена Все сгорело Вот здесь Телевидение Приехало И постоянно Сейчас сюда Будут есть Вот там Еще стоят С камерами В Японии Это нормально Как бы Любой событий Любой пожар Все сразу Телевидение Причем Достаточно Много Народа Приезжает Съемочный Групп Разных Сейчас я покажу Чуть-чуть Сам процесс Как он выглядит Потому что Отсюда плохо видно Там обвалилась крыша Пострадали Еще соседние Куча магазинов Вот этих И На данный момент Это все дело Закрыто И туда Как бы вообще Не попасть Ничего не сделать Ну Бизнес То есть У людей Остановился На данный момент Ну а те Кто там Виноват В пожаре Вот сейчас Наверное Будут выяснять Что случилось Кто виноват И как это все дело По Оплачиваться будет Либо это будет Этим самым Оплачиваться Виновником Либо Ну как бы Если все застраховано То страховой компанией Ну вот видно Да Сверху там Крыша Она обваленная Вниз И Там все Как бы Сгорело Она была высокая Вот тоже Как примерно Это рыба Высотой То есть целый этаж Целый этаж Целый этаж Вниз ушел Операторов Отгоняют В общем Ладно Пойдем Ну вот так вот В общем В Японии Все это происходит Также до сих пор Вот там вертолет Не знаю Видно нет Вот там Вот он Вверху Со вчерашнего вечера Он здесь постоянно Курсирует Все наблюдает Сверху Может новостной А может Пожарный МЧС Такие дела Сейчас попробуем Пройтись Вот внутрь рынка Я немного покажу Что там да как И Посмотреть Как там вообще С этой стороны Можно зайти туда Или нет Это место Где сгорело Ну еще немного Расскажу То есть Ну рынок Достаточно старый Он построен Уже был Ну достаточно давно Я точно Время не помню Но очень древний И В общем Фишка в том Что Его давным-давно Хотят уже снести Давным-давно То есть И уже Отстроили новый рынок Ну там Рядом Вот он Чуть-чуть Чуть-чуть Там дальше Находится За этим самым Складами Но люди Отсюда не хотят Уезжать Здесь Потому что Вроде как Старое место Оно как бы Популярное Люди до сих пор Сюда приезжают А ну вот Вот-вот Вот здесь Вот-вот Перегородили Вот видите Вон дома там То есть В доме Внутри Там Во втором этаже Видимо Склад какой-то Ну потому что Здесь обычно склады Как магазины Склады Над магазином Люди здесь Не живут И все Сгорело Прям сверху Все Видно Да Разные Сувениры И так далее А вот здесь Вот-вот Вот видно Да Вот горелая Вот здесь Все что было Здесь В этой территории Все начало Сгорать Написано Типа не фоткать Не есть Это электроэнергия Вот Там мент стоит Не дает снимать Как там Все выгорело Ну вот А здесь вот Продаются Значит Такие вот Все разные Бананы Сушеные Все что-то И так далее Вот Этим повезло Людям До них Не дошло Но все равно Что-то вот Ну закрыто Там Видно Да Да Там все Закрыто Вот тоже Там внутри Тоже рынок Был Как бы Внутреннее Помещение Но И оно Подгорело Тоже Их Иксу 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 Там всякие Помещения Просят Не фоткать Кому они Нужны Ёлки-палки А это Кладбище Вот это С этой стороны За этим Забором Бетонным Там Кладбище В них Такая Вот такие Вот дела Поэтому Как бы Пожары А я думал Это просто Немного Сверху Сгорел Дома Оказывается Там все Вот этот Квартал Как бы Вот этот Куб Да Грубо говоря Практически Весь Выгорел Осталось Вот только С краю Чуть С краев Там Внутри Было Много Разных Этих Суши Магазинов И так Далее Там Как они Называются Кайтензуши Или просто Суши Кайсен Это Дон Это То есть Такой Типа Как Донбори Значит Рис А сверху Рыба Ну Сырая То есть Вкусная Штука Очень много Магазинов Достаточно Хорошее Оформление Было Там Красиво Из дерева Все Потому что Суши Обычно Сочетается С деревом Вот видите Вот Вот Почти Все Магазины Имеют Дерево То есть Также Внутри Там Деревянные Стойки Там Деревянные Стулья Все Это Как бы Такое Оформлено Таком Старинном Стиле Они очень Любят Вот такой Старый Старый Стиль Вот так В принципе Происходит В Японии Расследование После Пожара Ну А с вами Был Дэн В общем С прямой С прямой Связью Со Станцией Гинза Или Хигаши Гинза С Цукиджи Рынка Вот Если у вас Остались Какие-то Вопросы Обязательно Задавайте Комментарии Если вам Понравилось Видео Подписывайтесь Ставьте лайк А мы С вами Увидимся В следующих Видео До связи